Доброго дня, уважаемые друзья! С огромным удовольствием всех приветствую, кто уже не первый эфир работает и смотрит те выступления, которые мы предлагаем. Рада приветствовать наших сегодняшних участников эфира, еще раз поблагодарить за нашу совместную работу. С нами сегодня Хасай Магомедович Алиев, кандидат медицинских наук, врач, психолог, ученый, философ, автор уникальной методики саморазвития «Ключ». Добрый день! Здравствуйте, Хасай Магомедович! И с нами Захаров Алексей Валерьевич, военный психолог, директор специализированных программ. И в студии сегодня я, моя коллега Алла Андреевна Кондратьева, и в студии, в зале, вернее, кабинета министров республики Татарстан, такой импровизированной студии, находится Герасимова Вера Вадимовна, опять-таки руководитель психологических служб республики Татарстан, взаимодействия. И, уважаемые коллеги, мы сегодня в очередной раз говорим о стрессе, о сложностях психоэмоционального состояния, о стабилизации состояния эмоционального. И сегодня акцент нашего эфира мы хотели бы сделать на взрослых людях, на тех, кто вместе с детьми переживает стрессовые ситуации, воспринимает боль ребенка в том огромном размере, который может понять только взрослый. И я хотела бы, конечно, сказать опять-таки о том, что традиционно в рамках нашего эфира работает горячая линия, телефон прямой 2-94-96-10. И все те вопросы, которые, возможно, поступят прямо сейчас или поступят позже на этот телефон, мы либо передадим нашим замечательным экспертам в работу и попросим их ответить, либо ответим в рамках эфира. Еще раз повторюсь, 2-94-96-10. Позвонив, вы можете задать свой вопрос или оставить его. Уважаемые эксперты, я еще раз вас приветствую. И хотела бы начать с первого вопроса, который был. В тот или иной момент жизни в определенной ситуации происходит дестабилизация эмоционального состояния. Первое, что это такое дестабилизация эмоционального состояния, как оно возникает и какие действия мы, взрослые, можем предпринять, если это связано с самим собой, дестабилизация связана с тем, что происходит с тобой, взрослым, и в случае, если это происходит, потому что страдает твой ребенок. Уважаемые коллеги, пожалуйста, ваши ответы, ваши рекомендации по этому поводу. Ну, это фактор стрессового воздействия всегда приводит к ситуации реакции человека. Не только стресса, а всевозможные факторы воздействия на человека всегда приводят к соответствующей реакции. Если воздействие на человека оказано тяжелое, страшное, связанное со смертью, с факторами тяжелых переживаний, понятное дело, что это стрессовая реакция, и она несет в себе достаточно серьезную угрозу жизни человека, его здоровью. И мы говорим здесь о факторе психической или психологической травмы. Вот. Ну, механизм действия здесь достаточно простой. У нас два уровня управления – эмоционально-рефлекторный и сознательно-волевой. И при факторе действия эмоционального воздействия на организм человека у нас возникает рост эмоционального фактора, который давит всю ситуацию возможного, будем говорить так, возможной реакции человека на сознательном уровне, на уровне волевом. То есть эмоция давит сознание, мы получаем ситуацию вот такого приоритета, жесткого приоритета. Естественно, при таком действии у человека сужается сознание, он активно десоциализируется в этот момент, зацикливается на соответствующих точечных факторах раздражительных. Эти точечные факторы раздражительные являются, собственно, факторами потери, то есть какой-то причины, которая послужила раздражителем соответствующим образом. И он не может отделаться от воздействия этих жестких факторов. Они причиняют ему психическую и физическую боль, и пережить эти факторы достаточно сложно и долго. Я сейчас не углубляюсь механизмы этого действия, у нас мало времени. Наша задача здесь как раз с Хасаем Гомедовичем не столько вылезать в ситуацию анализа, психофизиологического анализа этих процессов, это дело специалистов, сколько показать, каким образом человек может ответить на эти действия, с тем, чтобы стабилизировать себя в соответствующем образом, не дать возможности уйти в ситуацию потери связи с миром, с окружением, уйти из ситуации психической или психологической травмы и в соответствующем образом создать условия для своего восстановления. Важнейшим фактором в системе этого восстановления, чтобы было понятно, что стрессовое воздействие наносит огромный вред и урон не только психике человека, а всему здоровью, всему здоровью человека. То есть он наносит тяжелый, серьезный удар по здоровью человека. И главный вопрос для человека в этот момент становится его ресурс, каким образом он может существовать дальше. И ресурс у человека в этой ситуации тратится очень быстро и приводит естественным образом к истощению человека. И первая задача, которую мы решаем в этом вопросе, это восстановление ресурсности человека, ресурсных резервов человека, которые дают возможность потом выстраивать работу на дальнейшем уровне, поэтапно и достаточно серьезно. И, собственно, речь сейчас пойдет о методике, которая называется «Ключ», и она занимается как вопросом воспроизводства и воссоздания ресурса человека, так и создания условий для последующего восстановленного ресурса, действия восстановленного ресурса, так и последующего развития человека в процессе уже последующей и дальнейшей жизни. Вот это очень важный фактор, и его надо учитывать. Мы работаем не только по восстановлению ресурса, но и создаем условия для движения человека вперед. Поэтому я бы хотел слово передать Касаю Магомедовичу. Он автор этой программы. Эта программа разрабатывалась в 80-м году в Центре подготовки космонавтов. Она известна практически всему миру. Суть этой программы очень простая. И чем она хороша, что она легко воспринимается всеми людьми, в каком бы состоянии они ни были. И мы проверили работу этой программы в самых разных вариациях от военных действий, террористических актов до работы с творческими коллективами, с театрами и балетными студиями. Везде она работает и показывает себя замечательным образом. И самое главное, что она не требует от человека ресурсных затрат. Она сама восстанавливает ресурс и создает человеку возможности жить и существовать дальше с удовольствием. Вот, собственно, такую подводочку я сделал, Хасай Магомедович. Дальше слово вам. Вы можете это показать реально, потому что вы автор. Спасибо, Алексей Валерьевич. Я хочу поблагодарить организаторов, потому что это очень важное дело, делать добро людям. Я очень благодарен, потому что нашу методику, как сказал Алексей Валерьевич, по всему миру разносит, поскольку у нас источники все открытые. У нас целая школа через будущего, где из многих стран мира заходят в интернет и бесплатно берут или безбесплатно все эти упражнения, приемы снятия стресса и подготовки к стрессовым ситуациям. Настолько это широко известно, что вот учебник, и уже сегодня стыдно просто не знать, учебник для 10-11 классов, где есть часть этой методики синхрогимнастика по методу ключа для 10-11 классов, профессора Матвеева, для российских школ образования. Поэтому мы сейчас, я это говорю для чего, потому что могут быть смотреть люди, которые не в курсе дела, не в теме. Просто сразу сказать, что это все официально утверждено, призвано и Минздравом, и МЧС, призвано Минобразованием. Все это и учебники, и даже методическое руководство для психотерапевтов, там написано. Метод ключ – самый простой и эффективный метод для саморегуляции человека. Почему я упоминаю слово саморегуляция? Имеется в виду, что это не гипноз, когда сидит там Чумак или Кашпировский, и кого-то гипнотизирует. Я к ним нормально отношусь, знаю все недостатки этих систем. Но наша школа как раз-таки, она занята тем, чтобы научить человека самостоятельно, без всякой помощи со стороны, и зависимости со стороны, управлять своими ресурсами, чтобы он мог сам у себя снимать стрессовое перенапряжение, выходить на состояние творческое – это очень важно. Почему вот за мной, например, картина стоит, я просто хочу продемонстрировать ее. Я никогда не учился рисовать, но художник. Кажется, каждый из нас имеет эти необычайно большие возможности, о которых просто он не знает. И поэтому я сейчас просто хочу показать самые простейшие приемы и упражнения, чтобы все, кто посмотрит, сразу научились, сразу сняли у себя стрессовое напряжение. Но для этого я сразу хочу показать. Нам же нужно понять, на чем это основано. Основано это на тех инстинктивных действиях, которые человек и сам делает, когда он в стрессе находится. Он сам делает бессознательно, чтобы выбраться из этого, из оков стресса. Он делает это, он ходит туда-сюда по комнате, он качает на бой, он стучит пальцами, он чешет голову, он жует жвачку. Он что-то, какие повторяемые какие-то действия инстинктивно делает, но не осознает. А если делать некоторые повторяемые действия, например, осознанно, в виде упражнений, ключа, то можно разгрузку сделать в зависимости от того, как дозировать эти повторяемые действия. Например, если вы одну минуту делаете повторяемые действия, например, хлёст руками по спине, я сейчас покажу, или шалтай-болтай, или лыжник, упражнения, то ты, как бы, условно говоря, 50 грамм для храбрости, потому что ты снимаешь зажимы нервномышечные, разблокировку производишь. А если ты сделаешь 10-15 минут, ты можешь выйти из острейшего стресса. И поэтому, если кто-то сейчас нас смотрит в каком-то тяжёлом состоянии, переживаний находится, то если он это поделает сейчас в проследии 10, так он выйдет из этого состояния на состояние душевного покоя, равновесия, из этой суеты, из этого стресса, из пика напряжения, из этого шторма. Если мы представим себе вот индикатор напряжения, вот это 10, это у нас будет термометр напряжения для самоиндификации, вот это 10, а это 0, это 0, и здесь 10 делений. И вот каждый человек сейчас смотрит на нас, он может определиться визуально, это визуальный индикатор напряжения, представить себе, на каком он находится сейчас делении. Вот здесь и сейчас, не два дня назад, а вот здесь и сейчас. Вот это 10, это суета мыслей, это смятение, а это безмятежность. Это безмятежность, это 0, когда ты сидишь, задумался, когда тебе всё пофигу. Вот это будет 50 грамм, когда человек хочет выпить там или что-то, пойти в спорт, там снять какие-то напряжения, у него адреналин, у него адреналин, он хочет снять напряжение, я сейчас покажу, как это можно без 50 грамм снимать. Просто в любое время, в любом месте, любой человек, перед экзаменом, перед встречей, перед соревнованиями, перед контролем по ЭГ, он может перед выступлением спокойно снять. Вот сейчас давайте ещё раз, вот это индикатор напряжения, вы потом всегда сможете иметь это в уме, летишь, например, в самолёте, болтанка такая, все в страхе, в стрессе, таблетки пьют там или коньяк пьют. Я применяю слово коньяк, почему? Чтобы вы сопоставили это с эндорфинами. Потому что коньяк и водка – это, по существу, химический заменитель, заменитель естественных гормонов, которые на самом деле должны быть у человека, что он должен включать эту внутреннюю аптеку в противовес адреналину. Если он сидит в самолёте, например, трясёт самолёт, а у него адреналин, он готов – бей, беги, оцепене, инстинкты самозащиты, инстинкты самосохранения. А вот здесь он находится, на десятке. А теперь он сделает сейчас то, что я покажу, и у него будет снижаться напряжение. И если он будет делать это чуть дольше, чем минуту, он будет делать 10, 15, 20 минут, у него будет ноль. И мы таким образом сразу выйдем из этого шока, из этого стресса, выйдем на состояние смятения мыслей, а здесь безмятежность. Здесь шторм, а здесь штир. Вот этот градусник напряжения, как градусник температуры, очень помогает многим людям. Просто даже иногда, знаете, после того, как они это узнают, они потом говорят, а я вот сидела, например, у меня была головная боль, или там зуб болела, или шея болела. Я представил себе этот виртуальный градусник. Смотрю я там на восьмёрке. А потом, говорит, я мысленно рычажок начал оснижать, говорит, вниз. И смотри, у меня, говорит, голова прошла. Потому что это обратные связи, обратные связи. Но я не буду сейчас эти механизмы долго объяснять, я просто хочу сейчас на шефе полностью заполнить практикой, чтобы любой желающий, который смотрит, мог научиться тем простейшим действиям, которые и сам он делает инстинктивно, но я сейчас покажу это уже осознанно, пропущено через научные исследования, в готовом виде. И каждый человек подбирает себе те действия, которые ему подходят, по критерию максимальной комфортности. Что тебе проще, ты подбираешь. И когда ты подбираешь то, что тебе проще, ты приходишь к себе. У тебя возникает согласие между умом, эмоциями и телом, организмом, и снимается напряжение, потому что все напряжения связаны с внутренними противоречиями. С внутренними... Сейчас покажу, как делается простое действие, которое делает и любой спортсмен, прыгая в воду. Вот просто стоишь вот так вот, посмотрите, как легко делается. Все дети это делают. Потом я покажу такие вещи удивительные, вы сейчас удивитесь. Вот посмотрите. Просто стоишь и бросаешь. Называется хлёст руками по спине. Здесь три эффекта сразу. Потому что это, во-первых, модель, когда человека вынули из воды, который задохнулся, его раздыхивают. Вот. Первая помощь утонувшему. Потому что, когда ты так делаешь, как делаешь, вот так вот, у тебя верхушки лёгких сходятся, расходятся, больше попадает кислорода, попадает в клетки мозга кислород, кровообращение улучшается. Второй эффект. Это шейно-грудная, шейно-плечевая разгрузка, потому что там снимается зажатость. Вы же знаете, когда человек или читает, или о чём-то думает, или нервничает. Мышцы шеи – это компрессор. Об этом никто раньше не знал. Потому что люди страдают от всех андрозом, они не знают об этом. Я сейчас открою эту тайну. Мышцы шеи – это компрессор, который качает кровь, доставляет кислород клеткам мозга. Когда человек больше напрягается эмоционально, шея больше там микро-микро-микро. Ну, когда, допустим, это очень часто он делает, у него там возникают блоки, у него на мышечном напряжении. Когда он делает вот так, хлёст руками по спине. Здесь, как и в йоге, и как в цигуне, и как в других методиках, каждый приём имеет своё собственное название. Вот если сказать хлёст руками, да, хлёст, сразу все, кто знает метод клетч, они, а, да, хлёст. А я, говорит, делаю не вот так, а я, говорит, меняю руки. А я, говорит, делаю вот так, а я делаю вот так. Пожалуйста, каждый делает так, как ему нравится. Потому что синхрогимнастика по методу клетч отличается от обычной гимнастики, от обычной физкультуры тем, что вы думаете не о том, как правильно делать упражнение, а думаете о волнующих вас проблемах. Идёшь на экзамен, у тебя сейчас полцей экзамен, у тебя тряска в организме, ты дрожишь, а ты взял у себя вот так вот накануне, сделал, и думай об экзамене. Если ты вначале был в стрессе, например, и не мог думать уверенно, что ты сдашь экзамен, ты одну минуту так делаешь, волнуясь о том, о чём тебя занимает сейчас душа, переживаешь, поэтому здесь ты выпускаешь пар, как чайник, который кипит, крышку сняли, пар выпускаешь. Тогда ты делаешь вот это, это элемент разгрузки. Думай, о чём думается, а не о том, как правильно делать. Вот это новый вектор внимания, а на физкультуре этого нет. Там учат, делай правильно упражнения, делай как я, а здесь ты делаешь как ты, как тебе подходит. Тут это индивидуальный подход. Подбирай способ наиболее приятного, простого для тебя исполнения. Это творческий подход. Делай проще. И вот получается, когда ты думаешь, о чём тебе думается, о чём ты переживаешь, сопровождая это повторяемыми движениями, получается синхронизация уровня напряжения с ритмом повторяемых движений. А если вы вспомните, как мама покачивает ребёнка, она подбирает ему ритм. И поэтому, когда вы думаете, о чём думается, то есть переживайте. Вот мы те самые первые психологи, которые миру заявили. Если вы переживаете, переживайте. Не боритесь с этим, но сопровождайте это, как вы всегда инстинктивно делаете. Ходите туда-сюда по комнате, качайте ногой. Сопровождайте свои переживания повторяемыми действиями. Вектор внимания на переживаниях. При этом делайте вот это. Сейчас проще покажу. Шалтай-болтай. Все, кто хочет сейчас, могут встать, делать шалтай-болтай. Если вы вспомните, это делают все дети. Это делают инстинктивно все дети. Они так снимают напряжение. Они не застегиваются. Особенно девчонки, когда читают стихотворение перед классом, они любят вот так становиться. Абсолютно точно. Чтение стихов всегда сопровождается этим движением. Точно, абсолютно. Да, да, да. Вы правильно заметили. Правильно. Когда человек нервничает, он невольно выдает, инстинктивно. Спасает сам себя. Спасает себя. Да, да. Вот, пожалуйста, если делать одну минуту, это будет, как мама качает ребенка, при этом переживая, о чем переживается. Вот в чем секрет. Раньше люди в мире этого не знали. Сколько бы вы не прочитали книг по психологии, этого не было. Всегда нас учили, если тебе плохо, думай о хорошем. Ну, в этом тоже проблема. Когда плохо, как думать о хорошем? Если бы люди могли думать о хорошем, когда им плохо, и проблемы не было. Вот в том-то и дело. Но чтобы человек мог острый стресс, переживания перевести на то, чтобы думать о хорошем, надо вот пару раз между вот этим негативным и хорошим обнулиться. Вот эта разгрузка, когда есть синхронизация между частотой повторяемых движений, как у мамы, когда качает ребенка, подбирает ритм, когда есть синхронизация между действием и текущим состоянием, напряжение, наш колеостресса, начинает снижаться. Поэтому, как бы ребенок не плакал, мама подберет ритм, и он успокаивается. А чем она, чем она тоньше подберет, тем он быстрее успокоится из-за синхронизации. И вот просто человек может стоять, переживать, потому что здесь бояться переживать не нужно. Это очень защищенные условия, очень защищенные условия, потому что вы сейчас как на руках у мамы. И когда мама вас покачивала, вы тоже переживали, но она же могла вам не говорить ничего, и не говорить, и не спрашивать, о чем вы там переживали. Это биокибернетика. Если частота движения совпадает с текущим состоянием, возникает резонанс у человека с самим собой между духом и материей. То есть возникает согласование. Две свободы соединяются. Свобода думаешь, о чем думается, и делаешь, как делается. Свобода тела и свобода мысли соединяются, противоречия между ними уходят, и на шкале стресса вы заметите, как опускается напряжение. Вот это шалтай-балтай. Можно делать вот так, просто, переживай, что он переживается, кто-то может сказать, а мне сейчас ни о чем не переживай. То есть надо быть естественнее, органичнее, будьте самим собой, будьте самим собой, потому что счастье это быть собой. И вот вы так делаете, переживаете, переживаете, в какой-то момент вы замечаете, что вы ни о чем уже не думаете, внутренний диалог исчезает, потому что мысли перестают сопровождаться эмоциями, вы выходите на состояние нуля, так называемое нейтральное состояние или состояние свободного сознания. Сейчас это называется новомодным словом дефолт работы мозга. Весь мир ученые, весь мир ученые, дефолт работы мозга, как это важно, без этого человек не может развиваться, потому что он все время задействован, а в дефолте работы мозга мозг отдыхает и не просто отдыхает, но там происходит вслепление всех опытов, которые вырабатывают в разных видах деятельности, в единое целое развитие личности. Да, это состояние нейтральное, состояние нулевое, да, Бодра назвал это состояние нирвана. Ну, это когда человек сидит, когда он сидит и получил это состояние с помощью медитации, такое же состояние ты можешь получить не сидеть, а просто болтаться, что дети все и делают. Аутисты все время вот так делают, в шлятерской больнице все время вот так покачиваются люди, если внимательно посмотреть, потому что повторяемые движения снимают напряжение. Следующее, например, плавание. Стоишь просто и плаваешь. Стоишь и плаваешь. Вот почему пошли разные виды физкультуры, разные виды спорта, потому что одному легче плавать, другому легче делать вот так, а третьему на конец. Поэтому если вы возьмете и будете перебирать разные повторяемые движения по вкусу, это и есть ключевой подход. Перебирай любые упражнения, которые ты знаешь, физкультурные, танцевальные, любые упражнения по вкусу перебирай по 10-15 секунд. Примерку к себе делай, как примеряешь туфли в магазине и смотришь на какое-то движение ты западаешь, тебе хочется продолжать, значит оно твое. Вот этим отличается синхро гимнастика от обычной гимнастики. То есть вектор внимания переживай, о чем переживаешь, делай, как делается, две свободы, свобода ума и свобода тела соединяются, напряжение падает, можно делать плавательные, вот почему некоторые люди, когда плавают, они могут войти в ритм и пройти бесконечно, а другой в беге. марафонец мне говорил, в беге главное найти бег, что он имел ввиду, ритм, то есть если ты найдешь ритм бега, ты можешь бежать бесконечно. То же самое во всех других упражнениях, а кому-то нравится, если у него агрессия, если у него раздражительность, если у него здесь 10, 10 зашкаливает, бой с тенью, ну как же, боксеры же все знают домашнее задание, бой с тенью, так вот можно просто бить предполагаемого противника, колотить его, вот женщина, она обижена на жизнь, несчастье случилось, ей себя жалко, да как же теперь жить, и она берет, берет, как Луиза Хей в свое время нашла себя в том, что она утром проснулась, потому что она вчера всю ночь в этом состоянии, в этом состоянии стресса, колотила подушку, вдруг она нашла себя в том, что она колотила подушку, и потом раз, и отпустила, и она сказала, люди, любите себя, вот это она имела ввиду, что чувствуйте себя, потому что там же все ходят с улыбкой приклеены, там же нельзя же даже соседу жаловаться на свои состояния, или еще, поэтому нанимают за деньги специально человека, психоаналитика, ему выговариваются, да, выговариваются, это тоже повторяемые автоматические действия, секрет психоанализа прост, наши женщины все выговариваются на кухне, или на плече у подружки, да, поэтому нам психоанализ особо и не нужен, потому что секрет психоанализа заключается в том, чтобы обеспечить поток речевой, то есть психоаналитик наводит пациента, клиента на больную душевную точку, и тот начинает говорить, говорит, как будто, как говорится, из бочки затычку вытащили, у него поток идет, то есть между словами мало промежутка по времени, и если человек будет просто делать так, моделировать психоанализ, делает разгрузку, и начнет выговариваться, будет двойной качественный эффект, то есть он будет говорить, да как же моя жизнь, да как же мне жить, да что же мне делать, как же теперь жить, и при этом добавлять действия, которые организм просит, например, стонать, раскачиваться, делать все, что организм просит, слушать свой организм, слушать его, и добавлять те действия, которые хочется делать, так он еще быстрее восстановится, поэтому на этом все основано, природа нам помогает тем, что она подсказывает, что нужно сделать, например, человек, ну девочка перешла на доску, ее трясет, она пытается внять волнение, а вместо этого, что надо сделать, надо потряснить в резонансе со своей тряской внутренней, и она успокоится, да, но это надо лучше дома делать, превентивно, идешь на урок, на экзамен, или на свидание, дома сделай вот эти упражнения, вот, например, потрясись, найди свой ритм, свой ритм и добавь, это будет двухуровневая гимнастика, за одну минуту двухуровневая гимнастика, ты потом пойдешь и сдашь экзамены на праздник, это совершенно другой подход к жизни, после этих упражнений можно лучше учиться, легче общаться, преподаватель школы может находить быстрее общий язык с коллективом, это очень серьезная штучка, потому что это не я придумал, это природа придумала, я просто наблюдал за природой и понял, как это происходит, и вот теперь слушайте, вот, например, плавание, а вот, дирижирование, у меня тут стоял парень, один бизнесмен, как раз он был директором большой международной школы, хотел туда весь мир собирать, и говорит, слушай, у меня ваши приемы, ну, никак не получаются, я там смотрел, книжки, никак не получаются, а я ему сказал, я это не случайно при мне приложил, я ему сказал, а ты сделал принцип подбора путем перебора, это принцип ключа, не делай вот так, как я, а делай как ты, а как это как, примеряй, ты делал, а он говорит, нет, я даже не обратил на это внимание, главный принцип, это принцип подбора путем перебора, примерку надо делать, чтобы ты носил туфли свои, по своему размеру, примеряй упражнения, я ему показал вот это дирижирование, он полминуты стал делать дирижирование, потом говорит, что-то мне выходить оттуда не хочется, по критерии, если ты в ритм бега вошел, тебя останавливаться не хочется, если ты вошел в плавание, ты можешь быть бесконечно в ритм если вошел, а ему это подошло, и вот он делал дирижирование, минут 15 стоял здесь делал дирижирование, вот автоматически, случилось у него, и он говорит, выходить не хочется, отпустила меня, говорит, слушай, я так давно себя счастливым не чувствовал, потом делается стадия последействия, обратите на это внимание, если вы делаете одну минуту, это будет, условно говоря, 50 грамм храбрости, если вы делаете найденное действие, которое проще повторять, даже просто стоишь у стола, вот так вот делаешь, может быть, спина болит, а ты вот так делаешь, повторяешь, или какое-то другое действие, я вам сейчас волну покажу, и потом надо сделать стадию после действия, а если ты делаешь, еще раз повторю, одну-две минуты, это 50 грамм для храбрости, а если делать 10-15-20 минут, это бутылка, то есть ты после этого сел, и тебе все пофигу, тебе все пофигу, поэтому люди придумали виноделие, потому что им этого не хватает, но они не знали, что все эти эндоприн внутри есть, это в течение развития поколений, у нас вся внутренняя аптека, адреналин снижается, эндоприн включается, и поэтому он сидит, здесь сидит и говорит, слушай, такой камень, как я так давно себя ничего отпустила, я говорю, что тебя отпустила, ты же когда пришел улыбался, он говорит, ты знаешь, я не знал, что оказывается, я забыл, какой я был в детстве, и вот так отпустила, что он говорит, я сейчас такое состояние у меня, я, вспомнил, я же с детства мечтал быть дирижером, а он оказывается, имел эту мечту, но в жизни своей, как говорится, ходил в своих ботинках по разным причинам, вот бизнесмен, он пошел за коростью, свой талант не открыл, а был бы счастливый, может быть, мы бы знали мирового уровня дирижера, и все бы восхищались, ну, по крайней мере, он здесь откроет, и он говорит, слушай, я могу каждый день так делать, я говорю, пожалуйста, делай сколько хочешь, ну, сделай стадию после действия, после упражнения, посиди, в этот момент ноль, и тогда, когда исходные негативные мысли, это 10 на шкале средств, сменились на ноль, уже начинается позитивный минус, вот, где человек может, когда ему плохо, думать о хорошем, но между этим сделать вот это, чтобы переход обеспечить от минусов плюсы, и он говорит, да, у меня появились новые планы, у меня появилась мечта новая, действительно, у него это произошло, и он эту школу свою сделал совершенно по-другому, чем раньше хотел. Интересные вещи, но простые, правда же? Поэтому просто стойте, делайте, а сейчас я покажу тем, которые не хотят стоя делать, они могут сидеть, делать, это волна называется, самая последняя наше достижение, ну, которая оказалась, люди всегда делают сами инстинктивно, я вам сейчас покажу, что это такое, вы это сделаете пять минут, и у вас наступит в балл. Из любого стресса можете выйти, но и при этом в следующий раз, если заходите или зайдете в школу наших человек будущего, там есть такое, это просто разгрузка, а есть еще перезагрузка, когда можно перевоспитать отношение к стрессу, чтобы всякий стресс, который в жизни, в будущем будет возникать, вызывал у вас состояние нового, уверенного отношения к жизни по формуле, чем больше стресса, тем больше силы, и тогда вы сами начинаете искать стресс, понимаете, потому что стресс становится вашим первым помощником, как только стресс появляется, вспоминай, о, как хорошо, о, как хорошо, индикатор напряжения вспомнил, там виртуально снизил напряжение, это работает, это работает, это очень хорошо работает, это проверено, мысленно снизил напряжение, вспомнил, и вспомнился, чем больше стресса, тем больше силы, слушай, и у тебя после этого на следующий день задачи, которые ты пытался решить долгое время, а после этого стресса вдруг ты их и решил. Это как вот в спорте связано с большими достижениями спорта, да, когда вот рекорды выстраиваются, и там, собственно, наличие стресса создает возможности большего количества силы, которые можно реализовывать, вот с этой позиции можно смотреть. Да, да, Алексей Валерьевич, именно так, потому что именно вот те люди, вот даже, вот вы знаете, вы меня извините, но Трамп, он потерял свое состояние четыре раза. Но после этого у него все время больше становилось состояние. Почему? Потому что мозг на самом деле так работает. После какой-то потери возникает такое напряжение, и если на пике этого напряжения думать, что теперь все будет плохо, так оно и будет. А если на пике напряжения думать, я все равно найду решение, энергии напряжения перенаправляется, как в айкидо, на решение твоих других задач. Вот я, например, не могу дорисовать картину, у меня не получается, не получается, настроение не то, настроение не то, и вдруг у меня случился стресс. Я сразу этот стресс схватил и подумал, ну теперь я дорисую. И точно через час у меня появилось желание дорисовать, и я дорисовал. Вот, пожалуйста, посмотрите. Это же так интересно, когда ты сам управляешь своим состоянием. Вот теперь я хочу сказать, что мы все после стрессовых пиков, пиков, мы можем лучше решать какие-то проблемы. Мы просто в эти пики зацикливались. Мы просто не знали вот это, о чем мы сейчас говорим. Мы просто не знали, что после стресса надо ждать, что вы сможете решить какие-то ранее неподъемные вопросы. Ранее неподъемные вопросы. Мы зацикливаемся в стрессе, поэтому надо, когда вы делаете шалтай-болтай или волну, сейчас я покажу, сделайте, выйдите на состояние нуля, это состояние штыр, безмятежность, и помечтайте там о том, чем больше стресса, тем больше силы. И запечатайте у себя в подсознании памятку. Любой стресс возникнет в жизни, моментально. Обрадуйтесь этому, что это поможет вам потом, через час-два, через день-два, ранее задачи, которые вам казались недоступными, теперь уже решить, потому что вы альхидо делаете психологическое, вы перекидываете энергию напряжения через себя прямо на решении этих задач. Я вам сейчас покажу волну и потом вопросы. Да? Просто сели, начали с того, что вы прислушиваете, вдох у вас теплее или выдох, называется по методу ключевое дыхание, просто ничего не надо, вы дышите, как дышите, одну минуту буквально, вы просто ищите, у вас теплее вдох или выдох, и когда вы прислушиваетесь с поиском к теплу, а тепло это комфорт, а когда вы в течение минуты прислушиваетесь к комфорту, вам и становится комфортно, это закономерность нервно-психическая, вот такие простые вещи, это лежит в основе йоговского дыхания, это в основе лежит бутейка дыхания, это в основе лежит стрельниковое дыхание, но там это делают с помощью повторяемых движений, стрельниковое, да? Да, вот, правильно, теперь вы все методы мира будете расшифровывать просто так, потому что я вам сказал о ключе, это я говорю для аудитории, которая нас смотрит, что теперь вы будете понимать, на чем все устроено, это дыхание, когда вы прослушиваете степло, самое простое, оно не требует вот этих действий, но если вы сделаете эти действия, пожалуйста, если вы хотите делать по бутейку, пожалуйста, если вы хотите делать по другим методам колотропного дыхания, там или еще куда, пожалуйста, просто я объясняю, как это все сделать проще, вы просто сидите и прослушивайтесь, вдох у вас теплее или выдох, называется ключевое дыхание, и когда вы прислушиваетесь только к фазе теплой, а не надо менять дыхание, там считать до пяти, пять вдохов, три выдоха, не нужно всей этой чепухой заниматься, да и нет времени, когда человек в стрессе этой чепухой заниматься, ну в самолете, допустим, летите, там турбулянция, куда вот так считать, два выдоха летят, а просто одну минуту прислушивайтесь, вдох теплее или выдох, и вы вдруг заметите, что на шкале стресса снижается напряжение, да, это удивительная штука, попробуйте, и вот это сделали одну минуту, и потом берете волна, волна, это что такое? Это просто отпускаете свое тело туда, куда оно идет, по зеленой зоне, зеленая зона, это куда оно идет по вкусу, то есть оно идет с минимальным усилием, это называется путь к себе, потому что мы всю жизнь все преодолеваем, мы учимся в силе воли, это нужно для жизни, а сейчас речь идет о восстановлении, для того, чтобы вы в жизни были крепкими, волевыми, выносливыми, могли побеждать, вам надо иметь ресурсы, а для того, чтобы восстанавливать ресурсы, надо себя отпускать, быть ребенком, делать, как делается, думать, о чем думается, на фоне повторяемого движения, вот как был шалтай-болтай, или как было плавание, или как дирижирование, или как дрожание, трясучка такая, а вы сейчас просто делаете, вот вы перебирая все эти разные приемы, подбирайте то, что вам подходит, теперь открою секрет, именно подбор приема путем от перебора, по критерию индивидуального соответствия, что вам приятнее, что вам легче, что вам проще, именно этот подбор путем перебора развивает творческую, креативную, креативную способность мозга, развивает творческие качества, как сказал вначале Алексей Валерьевич, просто снимать стрельц, этого недостаточно, надо одновременно учиться развитию творческих способностей, их открытию, потому что просто снять стресс без смысла жизни, а здесь как раз-таки у вас поисковая активность мозга тренируется, как решать все свои вопросы с минимальными затратами и с большим эффектом, таким образом, еще раз, просто отпускаете себя и делаете именно так, как нравится, и чем приятнее вы находите повторяемые действия, да, вы тем быстрее успокаиваетесь, а если вы хотите вспомнить, я вам скажу, ведь это состояние, которое вы находите, и у вас появляется вот это состояние умиротворения, здесь был стресс, шторм, а здесь штырь, покой, умиротворение, это же есть то состояние и нирваны, и состояние дзен, и состояние фана, и шутбинской медитации, это же есть то состояние, куда стремятся все религии, все школы самосовершенствования, а вот мне этот ключ позволяет вам сразу получить, потому что там идет поэтоп на степ-бай-степ, шаг за шагом, а здесь принцип подбора путем перебора, поэтому называется ключ. Это 21 век, потому что здесь впервые понято, что человек инстинктивно по своей природе и сам все это делает, надо было только сделать это осознанно, с помощью простых упражнений. так. Спасибо большое, уважаемый Хосе Магомедович, на самом деле очень внимательно, я думаю, слушали многие, конечно, по-разному относятся к существующим методикам сегодня все люди, поскольку практик много и какой практике довериться, я думаю, что вы обозначили главный критерий это природосообразность и комфорт свой собственный, да, действительно, все, что вы говорите и показываете, даже глядя на ваше движение, хочется вдохнуть, распрямиться, потому что вот этот принцип ритма, физики тела, эмоции, соединения, наверное, это и есть глобальный смысл выхода из стресса всех нас, управлять своими эмоциями через ту методику, которую вы предлагаете. Алексей Валерьевич, наверное, я задам тот вопрос, который поступал к нам в эфире, в предыдущие эфиры, это вопрос, связанный с тем, как Хосе Магомедович показывал, как я справляюсь или каждый из нас справляется со своим стрессом с самим собой. Мы можем это рекомендовать тем, кто рядом с нами. А вот что еще, какие методы и методики можно предложить для того, чтобы помочь кому-то рядом находящемуся выйти из состояния стресса? Если позволите, я вам сразу скажу, просто сразу скажу, а потом Алексей можно, как удобно. Дело в том, что метод ключ состоит из двух частей. Первая часть это подбор ритма. Это помогает подбирать себе и упражнения по этому вектору, подбирать себе эти действия. Берешь любую физкультуру, любую физкультуру, вот йоговскую, гимнастику, любую, и оттуда выбирай себе те действия, которые тебе синхронны. Сам процесс подбора развивает творческие качества. Ты потом все другие вопросы в жизни решаешь лучше и быстрее. Но еще есть второй момент. Это идеорефлекторные приемы. Идеорефлекторные приемы, с чего, собственно говоря, ключ и начинался в Центре подготовки космонавтов. У меня была задача моделировать состояние невесомости у космонавтов в земных условиях. Я вызвал группу космонавтов, которые летали в невесомость. Я им сказал, пожалуйста, сядьте и вспомните по памяти вот эти состояния невесомости. И вдруг у одного рука пошла, у другого нога пошла, а от этих говорят, слушай, у меня зуб перестал болеть. Вот интересно. Я пригласил группу, которая вообще не знала, что такое невесомость, и тогда их попросил не вспомнить невесомость, а представить себе всплывающую руку, всплывающие, расходящиеся руки. И они попробовали представить себе расходящиеся руки, руки пошли на автомате, и он тоже говорит, слушай, а у меня усталость прошла. Так вот, есть первый вариант, это вход в ритм, думая, о чем думается, переживая, о чем переживается. А второй вариант, с помощью регистральных приемов, подбирайте те приемы, которые пойдут по вашему желанию с меньшими усилениями. Вот, допустим, задумался ты о своей мечте жизни, одновременно располовернил внимание на том, что руки пошли, и в какой-то момент расслабился, и они пошли. Это идеорефлекторные рефлексы, это идеомоторные рефлексы. Или палец вот так представил, что пошел, и палец пошел. Я там в Каспийске, когда мы ездили, вообще-то рак-то, парень... Это не в Каспийске, это в Ещентуках было. А, ну, там, короче, парень был весь замотанный такой, и он не спал несколько суток, я ему сказал, и он ничего не мог делать, он весь был замотанный, и он не спал несколько суток, я ему сказал, смотри на палец, представь, что палец идет, и он начал вот так вот представлять, он весь и толщий такой, стал представлять, как палец идет туда, потом я говорю, а теперь опусти еще раз идет туда, идиомоторный рефлекс, он представлял, ну, потом мы две-три минутки, потом мы вышли в коридор, приходим, а он уже спит, то есть снял напряжение, и, наконец, ушел. Да, это вот по весу, вы знаете, вот идиомоторный, это вот второй подход, но мы это завтра можем более для детей, дети это так любят, у них сразу руки вступают, это прозвучит, это что-то для детей, значит. Замечательно, мы как раз, да, мы как раз говорили о методиках для детей, и Хосе Магомедович, Алексей Валерьевич, мы предыдущие наши прямые эфиры говорили о методиках для детей, вот уважаемые мамы и папы, которые сегодня вместе с нами и понимают, как работать с собой на основе тех практик, которые показывают, и может быть тех практик, которые вам более близки, это вот один из принципов состояния невесомости игры с ребенком, который тоже позволяет выйти из определенного состояния и комфортного ребенка, и вот еще раз вернусь к вопросу, Алексей Валерьевич, наверное, как вот ваш рекомендации, что делать, если близким плохо, и как себя вести всем нам, если вот, допустим, они не захотят выполнять те упражнения сразу, о которых говорит Хосей Магомедович, хотя они абсолютно точно будут результативны, это неизбежно, это обязательно. Ну, важный не поиск на самом деле какой-то технологии, вот, технологии, которые предлагает и четко реализует Хосей Магомедович, они естественные, они так или иначе будут вылезать у самих людей, они естественно их будут применять. Здесь важно, чтобы у людей, которым необходима ситуация восстановления, выстраивалась ситуация подхода к друг другу соответствующей, вот, и эта ситуация, она как раз определяет те настроения, которые есть и существуют или в детском коллективе, или в семье, или в системе различных коммуникативных процессов, которые происходят. Да, мне очень понравились вот работы коллег из вот Марина Владимировна, которая выступала у вас, она вот такой четкий лейтмотив отношений друг к другу выстроила очень грамотно, это отношения с любовью, мягкие и отношения, которые приносят удовольствие. Вот, заметьте, как это согласуется и сопрягается с ситуацией, про которую говорил Хосей Магомедович, да. И, собственно, этот подход очень-очень важный. Нам надо уходить от напряжения, нам надо создавать ситуацию любви и ситуацию заботы. И вот один из важных факторов, который определяет систему действий, это создание условий для проявления заботы друг о друге. и потому что забота друг о друге это не только эмпатийное действие, а это технология, которая позволяет, позволяет технологически выстроить человека в системе взаимоотношений его и в коммуникативных факторах отношений в группе, опять же, и в той же семье. Вот проявление заботы это вещи, которые как раз выстраиваются. каким образом они будут проявлять эту заботу, что они будут в ситуацию заботы вставлять, это уже их дело. И это дело, опять же, того самого подбора и перебора приемов, про которые говорил Хошай. Нужно делать те действия, которые наиболее четко выстраиваются в систему восприятия, что они четко будут восприниматься правильно и хорошо, то, что они должны приносить удовольствие или удовлетворение обязательно эти действия. что это может быть самое разное. Можно просто посидеть рядом, соприкасаясь, тактильно соприкасаясь с человеком. Этого может быть достаточно. А можно, понятное дело, разговаривать человеком, при этом поглаживать его по спине, осуществлять какие-то действия. Но важно, чтобы человек ощутил ситуацию заботы. Вот это очень важно. А факторы подборов и факторы приемов это в большей степени вопросы к нам, к специалистам, нежели к людям, которые работают. которые переживают. Поэтому здесь надо, чтобы эти люди открывали сердце свое, открывали душу, чтобы они не стеснялись, чтобы они понимали, что люди, с которыми они общаются, и люди, которые смотрят на них, это факторы дорогого для себя восприятия, очень важного, дорогого восприятия. Потому что другой такой, слава богу, что дай бог, чтобы такого не было. Чтобы не было таких поводов для этого дела. Вот он возникает, этот повод, и на этот повод мы должны ответить любовью и должны ответить фактором заботы. Вот это очень важно. А в голове, это вот с позиции чувств. А с позиции работы головы, да, мы должны делать и повторяющие движения, и те же поглаживания, это повторяющие движения. Мы должны делать ритмические, правильные, хорошие вещи. Они лежат в природе действий человека. И самое главное в нашем деле – это человеку дать возможность отпустить себя и запустить вот эти природные факты. Реально. С мыслью заботы о человеке, с мыслью любви к человеку. Сейчас тяжело, и любой человек хочет, чтобы о нем позаботились, хочет увидеть проявление любви по отношению к себе. Это очень важно. И здесь нет боязни того, что мы как-то переборщим с этой ситуацией. Не переборщим. Но любовь мы должны выстраивать в ситуации уже, конечно, четких своих профессиональных вещей. И она должна выстраиваться в системе действий, которая будет облегчать их состояние в соответствующем образом. Алексей Владимирович, можно я добавлю одну фразу, очень важную? Да, Дебаба. Вот как раз мы в школе «Человек будущего» занимаемся совместно созданием науки человечности. Там ряд понятий, которые очень расплевчатые, но на самом деле их надо совместно определить, как в науке четко, чтобы не было иных толкований. Дубовь, сопереживание, чувство чужой боли, чувство бесценности живого, сострадание, сотрудничество, сотворчество. Вот эти понятия, которые они разбросят, на самом деле все пророки говорили об этом. Но суть смысла выучивается в процессе тысячелетий. Остается традиция, форма, ссоры между собой, религии и так далее. Сегодня нужна наука человечности. Я всех приглашаю в нашу школу «Человек будущего», потому что если мы вместе не будем все совместно определять понятия, а это как раз таки является совместной деятельностью по поводу определения, что же такое любовь, что такое созидание, что такое сопереживание, чувство бесценности. Когда все вместе это делаем, это и есть генератор развития образа будущего. Потому что мы называемся «Человек будущего», потому что мы смотрим с точки зрения, каким он будет через тысячи лет, если он не будет человек. Как раз таки мы против расчеловечивания. Вот я хотел вот это сказать. И второе я хочу сказать практически методически. Я должен сказать обязательно, кто вот попробовал слотай, болтай и прочее, у кого слезы пошли, надо плакать. У кого дремота пошла, надо дремать. Кому захотелось смеяться, надо смеяться, потому что у каждого там происходит, я сказал, как чайник, который кипит, пар не пускает. И у каждого происходит отреагирование эмоциональное. Они должны быть, не надо блокировать их для себя. И если вы несколько дней, удобное для вас время, когда вашное задание, эти упражнения поделайте в удобное время, самые приятные из них поделаете, и у вас будут эмоции такие вот, и тело будет подключаться к дополнительным действиям, пожалуйста, это как нужно, то вы заметите, через несколько дней уровень напряжения у вас резко снизится, и вы на все будете спокойнее реагировать. То есть ты обретаешь баланс. Да, я извиняюсь, что я так не могу. Замечательно, да, спасибо за вот этот комментарий. Я хотел подхватить немножко. Очень важно, что вот Хасан Магомедович говорит про будущее. Будущее сейчас – это маяк света и лучик света, который выстраивается, уводит человека от сегодняшней боли, с которой они живут сейчас. Их надо от этой боли отодвинуть. Они должны посмотреть в хорошее будущее. Они должны увидеть это хорошее будущее. Мы должны это хорошее будущее им показать. Это будущее в нас с вами, это будущее в нашем отношении к ним и отношении между нами. Это все будущее. Это вещи, которые как раз выводят человека из травмы сегодняшнего ощущения, в ситуацию движения вперед. И наша задача, мы должны смотреть, и люди, которые помогают, и люди, которые травмированы, наша задача, взор этих людей и наш собственный взор – обратить вперед, уйти от ситуации ощущения боли, двигаться вперед и знать, что впереди как раз жизнь, нормальная, хорошая, правильная жизнь, которая будет удовлетворять каждого из нас. Мы ее сами делаем. Это жизнь каждого из нас. И мы сами должны выстроить. Поэтому мы не зря говорим, это некрасивые слова по поводу «мы создаем человека будущего». В этой ситуации вопрос будущего – это очень важный фактор, потому что это система оценки себя здесь и сейчас с позиции своей травмы, с позиции несчастья, которые здесь есть. Вот мы должны себя четко оценить, глядя вперед. Это очень важно. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Я, наверное, задам сегодня заключительный вопрос, поскольку мы в следующие эфиры также планируем еще с вами встречу. Я задам, наверное, один из вопросов, который, я думаю, что звучит и в головах, и в мыслях тех, кто нас смотрит. И он связан с одним. Все те практики, которые показывал сейчас и тот вариант упражнений, которые показывал Хосе Магомедович, они абсолютно точно работают. Но очень многие стесняются быть самим собой. И даже наедине порой стесняются вот такой работы, приятной работы с самим собой. Когда ты приходишь в это состояние сообразности своему телу, ощущениям. Наверное, я задам этот вопрос, если мне позволят, и зрители поддержат меня тоже. Это вопрос, как перестать в этом случае стесняться и перейти в ритм этих движений. Ведь самое главное в этом случае начать это упражнение и найти свое упражнение. Вы очень четко показали того человека, который искал себя. Вот как первый шаг сделать и как перестать стесняться в данном случае даже наедине с самим собой. Очень короткий комментарий ваш. Я сейчас скажу, это очень просто. Значит, когда вы нервничаете очень сильно, прислушиваете себе, а что вам хочется в этот момент сделать? Если хочется трясить, потряситесь. Если хочется плакать, плачьте. Если хочется еще потянуться, потянитесь. Нас никогда не учили быть собой. Понимаете? Нас всегда учили подражать. Подражать чему-то, кому-то. Это понятно. Подражать не... Но мы сейчас должны научиться слышать себя. И поймите, природа человека уже, потому что это итог эволюционного, многомиллионного развития, уже содержит все аптеку. И все ваши позывы, что в этот момент надо делать. Ведь не даром, что вот там человек сидит, вот так воет, плачет, стонет. Потому что это истеповторяемые движения. А это вошло в ритуалы. А танцы откуда возникли? Отсюда же и возникли. Конечно, те культуры, которые больше танцуют, они более здоровые. Ну, надо подумать. То есть есть разные варианты подходов, потому что люди действительно разные. Некоторые люди способны так воспринимать. Сразу, да. А некоторым надо эту ситуацию организовать. И тогда надо ее организовать. И мы и проводили такие вещи. Давайте мы так сделаем. У нас есть в школе Человек Будущего, там в Ютубе, бесплатный или без. И вот пусть все ищут, значит, там по часу, по полтора часа. Все люди выходят и делают эти упражнения, делятся опытом и так далее. Вот там как раз-таки бесплатный или без. Все ролики, которые есть у меня на Ютубе, там, просто искать слово «ликбез». Хорошо. Спасибо. Просто слово «ликбез». И любой желающий увидит, как вот человек заходит туда, в эти заходы. Это же люди из разных стран, эти люди в разном состоянии, которые вот в таком состоянии зашли, а через 15 минут он улыбается, ему хочется всем дарить, он всех любит. Понимаете, вот прямо на глазах это все выглядит. Пожалуйста. Спасибо большое. Я бы хотел еще добавить. Да, Алексей Валерьевич. Потому что это тоже важно вот в таком особенно остром варианте. Сейчас вот мы понимаем, что ситуация развивается поэтапно. Вот сейчас в остром варианте важны еще вещи, которые надо делать, может быть, и в системе того, чтобы заставить. Как заставить людей это делать? Но надо проводить групповые занятия. Надо проводить групповые занятия. Как с родителями, так и с детьми соответствующим образом. И чтобы эти занятия проводили люди, которые знакомы в том числе с методикой Хасаи, которые могут это делать. Мы очень часто во время тяжелых таких факторов с террористическими актами, на которые выезжали с Хасаи, проводили групповые занятия. Просто собирали людей, и они приходили на эти занятия с недоверием, с сомнениями. Как только они начинали просто это делать, просто начинали вместе со всеми, включая систему действий, общих действий, и даже в чем-то обезьянничая. У них включались механизмы, и они начинали работать. Они включались. И как только они чувствовали, понимали, возникали у них ощущения облегчения, они включались, и потом после этих групповых действий от Хасаи Магомедовича было очень трудно этих людей оторвать. То есть нужно проводить групповые занятия со взрослыми. Это может быть даже так, как ситуация, вот если мы вспомним, производственная гимнастика была на производстве. Да, вариант производства. Ну а кто мешает эту производственную гимнастику сделать? Синфра гимнастика, с синфра гимнастика, с подбором собственных упражнений. Конечно. Спасибо большое. Хотел добавить одну фразу, буквально одну фразу. Дело в том, что снимать стресс, ну я там помню слова одного генерала, я говорю, давайте мы у вас сейчас на лучшем снимать стресс. Да я, как, 50 грамм выпью, мне зачем? Я и так снимаю. Люди не понимают. Во-первых, когда ты сам стресс снимаешь без таблеток, без 50 грамм, ты подбирая эти приемы, развиваешь творческие способности. Это раз. Второе. Все мальчики и все девочки хотят быть умниками, хотят быть молодцами, хотят быть красивыми. Дело в том, что вот это обаяние, оно и открывается, когда эндорпин включается, когда блоки снимаются, нервномочные зажимы. Этому учил Станиславский, этому учил Будда, этому учили все великие утюгля. И самое главное, вот ребята, когда им говоришь, стресс снимать научил, да, какие у него стрессы, он же еще жизни не видел, я ему говорю, я тебе научу утомляемость снимать. Да какая у него утомляемость, у него энергия кушает. Мотив один. У тебя какие-то желания, есть жизнь, есть, кем ты хочешь быть, что ты хочешь, какая мечта, ты хочешь быстрее ее достичь, хочу. Вот я тебе дам инструмент на достижение твоих дел. Спасибо большое. Спасибо. Мы это завтра обговорим. Да, уважаемые друзья, мы продолжим нашу совместную работу. Можно по-разному относиться к предлагаемым практикам, но каждый из нас выбирает что-то для себя, то, что ему близко, то, что ему понятно. Абсолютно точно. На принципе, отбора, путяки и убора. Да, да, абсолютно понятно, что каждый из нас выбирает что-то для себя. И чем больше арсенал практик, которыми сегодня вооружен взрослый, тем больше шансов к тому, что он сможет вооружить своего ребенка и сможет двигаться вместе в той самой ритмичной синхроистории, которую сложит каждый из нас в своей семье. Спасибо большое. Завтра мы будем говорить о детях, о стрессе у детей, будем говорить о том, как помогать им, будем говорить о том, какие способы существуют. Я еще раз хочу поблагодарить за сегодняшний эфир. Он сегодня очень глубокий по смыслам, он имеет сегодня ряд практик. Я благодарю вас еще раз. Спасибо большое. До встречи в нашем эфире, связанном с психоэмоциональным состоянием, с управлением стрессом, с управлением самим собой. Спасибо большое. Всего доброго. Доброго вечера. Спасибо вам. Спасибо вам за создание такой атмосферы. Мне было очень приятно с вами работать. Я готов с вами сотрудничать. Спасибо большое. Потому что я чувствую, вы ощущаете вот это, вы понимаете, о чем мы говорим. Вот это самое главное. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо большое нашим зрителям. Огромное спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.